Всем фуд привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на основном канале и в эфире ваша любимая рубрика. Перед тем, как мы начнем, проверьте подписку. Судя по статистике, многие из вас переходят на видео из рекомендаций, а не из ленты. Нажмите на красную кнопку внизу, вам будет удобнее. И, как говорится, дети станут здоровее и вкуснее. Мало кто знает, но я сам читаю весь директ Инстаграма. И если ваше сообщение осталось без ответа, значит оно меня не заинтересовало. Сорян, так бывает. Многие коллеги меня не понимают, мол, зачем ты столько времени тратишь на сетифов труд, если эта апгива конюшня вновь заполнится к вечеру. Ответ прост. Вот ради таких сообщений. Спасибо Юле за наводку. И, как я вижу, формат все по одной цене заведений вам заходит. Кафе сметаны не всегда было фикс прайсом. На первом меню видно, что упор шло на пельмени, вареники и закуски. За 4 года существования там перепробовали разные акции. От шведского стола завтраков до пивного безлимита, но, видимо, не прижилось. И вот 7 октября прошлого года меню вновь обновилось, и концепция все по 200 закрепилась до сегодняшнего дня. Больше информации про заведения я не нашел, придется изучать на месте. Начнем с плюсов. Милая, тихая, уютная улочка Егора Абакумова, которая упирается в ЖД-станцию Лось, радует нас щебетанием птиц, зеленью. И, в принципе, здесь очень все спокойно и приятно. Не напряжно, как я люблю. Что у нас по меню? Все блюда по 200 рублей и дешевле, на вынос вообще скидка 10%. Вареничная пельменная сметана, и видно, что здесь много народу всегда ходит, потому что потрепанная и видавшая виды у нас такая вот книжица. Нестандартная ситуация, господа. Специальное предложение, все по 350. То есть я в первый раз вижу, чтобы спецпредложение было дороже, чем обычное меню. Ребята, вот эти вот блюда, видимо, какие-то просто невероятные. 350 рублей – это почти в два раза дороже, чем все здесь. Поэтому будем сравнивать некоторые позиции, чтобы точно знать, переплачивает нам 150 или нет. Первый разворот встречает нас с пивом и салатами. Также пробковый сбор 200 рублей, то есть вы можете прийти со своей бутылкой и здесь посидеть. Как водится в таких заведениях? Яркие, большие, сочные картинки. Салаты – прям много-много, много-много. Супы, закуски, горячие блюда. Даже бургер есть. Люля. Ох, ребята, здесь есть что выбрать. Потому что я понял, вот пока листал, что, ну, блюд 10, я думаю, что попробуем. Во-первых, недорого, а во-вторых, нужно понять, каково это. На картинках все шикарно. То есть светится на солнце, и хачпури по-аджарски здесь есть, и какие-то куриные наггетсы, и креветки чили за 200 рублей в количестве там штук 15. И крылышки, и селедка, и все-все-все-все-все-все-все-все по 200 рублей. В общем, официанта ждем, советуемся и снимаем обзор. Первым делом нужно сравнить салат с морепродуктами за 350 рублей и с кальмаром за 200. Есть смысл сало заказывать, или оно просто стандартное? Вот обязательно креветки чили, потому что, ну, нарисованы их здесь штук 15. Давайте, может быть, крылышки. Вот острые или кентукки. Я думаю, что хачпури по-аджарски, потому что за 200 рублей хачпури по-аджарски там что-то должно быть очень вкусно. Я надеюсь, так и будет. Бургер. Смотрю вот на него и плачу. Очень толстые булки. Рискнем? Рискните. Так и говорят, рискните. Хорошо, тогда Манхэттен или Ранчо? Я на самом деле мечусь между Наполеоном, Медовиком и Штруделем Яблоко-Вишня. Нам попался очень задорный и услужливый в хорошем смысле официант. По сути, он соглашался со мной чаще всего, но когда я его просил сделать выбор, он все-таки его тоже для нас делал. Подобным заведением сложно удержаться, чтобы не порадовать гостя стихами и какими-то вот присказками. Подали подстилку, которая просто пестрит шедеврами. Счастье есть, оно не может не ест ты. Не поешь толком, будешь волком. Водка портит все, кроме посуды. Голодное брюхо кученью глухо. Для подготовки рецепторов принесли вот такой вот литровый лимонад, тархун, просто ядерного цвета. Это, скорее всего, мята. По запаху очень сладко, насколько это возможно. Чуть, конечно, потертые стаканы, потому что их друг в друге держали. Но, знаете, за 200 рублей литр я ничего, знаете, не хочу сверх ожидать. Но выглядит хорошо. Как раз-таки для фотки в инсте, смотрите, какое мы заведение. Вы когда-нибудь запивали зубную пасту водой? Примерно та же история. Очень водянисто, очень мятно. Вряд ли пасту добавляли, видимо, просто мятный сироп. Ну, за 200 рублей литровый объем, я думаю, что это норм. Из натурального, видимо, только листочки, потому что вряд ли они прям тархун. Хотя, если он сказал, что у них арбуз настоящий обычно, потому что сейчас не сезон, он бы здесь добавляют, но в любом случае. Это интересно. Было бы там 800 рублей, конечно, было бы оверпрайс. Но за 200. Ну, кстати говоря, ощущение долгограющее после лимонада. Вот, помните, такие были мятные, ядреные конфетки, сосачки? Вот прям один в один. Хорошо, не скучно. И нам принесли два салата. Вот здесь просто кальмар, видимо, он один. Это стоит 200 рублей. А здесь меньше по размеру. Здесь и кальмар, нарезанный кольцами, а не как там кусками. Мидию вижу. За 350 выглядит как-то более куцым, более простым. А вот здесь пышно, и понятно, что из-за зелени эти мидии меня как-то не очень вдохновляют. Вполне нормальные. Из морепродуктов только кальмары и мидии, да, реально больше ничего нет. Давайте попробуем. Зачем-то балкарский перец, который вообще не обязательно здесь. Сочно, смежон. Ну, вот тут привкус морепродукта есть, который остается на послевкусии не очень приятный. Это какая-то непонятная субстанция, видимо, осьминог. Ну, он, скорее всего, давал такой баночный привкус. Ну, да. Мне еще приятно. Но все-таки, если есть блюдо за 200 рублей подобное, то, думаю, что нет смысла переплачивать. Что здесь кальмары нарезаны не кольцами, а вот кусищами. Резиновенькие, почти безвкусные. Но есть, собственно. И в более бюджетном варианте нет балкарского перца, что плюс для меня. Много бальзамика, прям кисло становится. 200-рублевый, кислый и пересоленый, а 350 нет смысла при больших разных платить. В общем, игра была равна, салаты не в первую очередь брать. Я не скажу, что плохие, потому что за такие деньги с морепродуктами, ну, я не ожидал ничего сверху крутого. Я надеюсь, что другие блюда более выигрышные. То есть эти я больше не взял. Борщ 200 рублей со сметаной, которая входит в счет. Что у нас по мясу? По мясу у нас скудненько. Три кусочка, вижу, небольших. И, по сути, какие-то остаточные ошметки. Все, больше мяса в довольно глубокой тарелке нет. Отдельно пробуем бульон. Водянистый. Мяса ни на вид, ни на вкус нет. В тот случай, когда холодно просто тебе, пришел поесть горяченького овощного супа. И если в памяти у вас мясо осталось, то есть вы когда-то его ели, и сейчас вы о нем думаете, тогда будет повкуснее. Если бы я первый раз был в таких заведениях, я бы сказал, вау, ничего себе, такая порция, это очень круто, за такие деньги. Но пример пивальди и на Espresso Cafe, конечно, мне говорит, что можно больше класть мяса. Без сметаны очень средний. Давайте со сметаной. Первый раз, когда по сметане в суп, мы не улучшаем его вкус, а наоборот, разбавляем. Я бы на сцене 200 приплатил, нормальный борщ получил бы, чем этот. К сожалению. Хачапури по-аджарски 200 рублей, и на вид, мое почтение, румяные бока, маслица, желточек и вроде как много сыра. Практически до самого угла мы видим сыр. Тесто не самое мягкое, но в целом нормально. А вот тут сырочек уже, конечно, заиндевел, поэтому придется его расковыривать. Такую сырную корку я давно не помню на хачапури. Взяли сыр, желток и тесто. По вкусу неплохо, но тесто хрустяще-пирожковое. Подобное можно встретить на вокзалах. Опять же, за 200 рублей я особо не придираюсь, но и советовать пока что не могу. То есть есть хачапури вкуснее и так далее. Но если вы здесь живете, на Абакумова, мимо идете, можно взять, но ехать сюда пока что не советую. Ни одного блюда не было пау, чтобы мчаться. Но из всего, что было, хачапури пока самое лучшее. Но в плане визуала здесь все отлично. Второе подряд блюдо просто неимоверной настоящей взрослой подачи. Булки, конечно, толстые прям и, скорее всего, они будут жесткими. Жесткими, но по начинке. Бургер ранчо за 200 рублей. Прям неплохо. Много огурцов. Помидоры тоже скрывают почти весь разрез. Котлетка немаленькая. Зеленуха и, опять же, соус. Это, по крайней мере, за 200 рублей точно будет сверхсытно. За ваше здоровье, господа. Соус ранчо сегодня это чесночно-сметанно-майонезный. Ну, смотрите, если прям не очень придираться, то вполне себе ничего. Порция большая, сытная, мясо не стыдное, его немало. Ингредиентов тоже не пожалели. То есть это можно есть и все-таки нужно, если вы уже здесь. Но, повторюсь, пока не тот вариант, чтобы сюда специально ехать. Потому что и грибы. Их как-то я не увидел вначале. Не, но... Определенно топ по количеству ингредиентов. То есть этим одним блюдом наесться можно до вечера. Паста карбонара. Порция не очень большая, но, кстати говоря, я не отметил приборы. Нормальные, не стыдные, массивные. И с претензией посуду. То есть тоже не стандартная, не белая. Хотя, если мы вот так вот раздербаним, то, в принципе, на 200 рублей тянет. Кусочков бекона здесь, штучек 6. В принципе, соуса не пожалели. Но самое главное, как это все будет играть на рецепторах. Сдержанный аромат, но приятный. По вкусу паста, конечно, хороша. Сразу видно. К примеру, солоновато. К примеру, пикантно. Так получилось, что мы идем вверх по вкусовой лестнице. Первые блюда были посредственными, а последние три, по-самому деле, даже неплохие. Неплохая карбонара, но как раз рублей за 200. В ресторане за 400-500, конечно, вам дадут ее. Богаче и вкуснее. Но здесь не с вами заведение. Пока не понял, горячее блюдо или горячая закуска, медальоны из свинины с беконом. Картофель по-деревенски и какой-то вот, видимо, чесночный соус. Очень густой и очень чесночный. Я думаю, что с картошкой будет на ура. Картошка тоже непроста. Хрустит, это раз. В-вторых, то ли с каким-то маслом душистым, то ли тоже с чесноком. Слушайте, хорошая такая едаха. Опять же, идем вверх. И давайте посмотрим, что же у нас за медальончики. Вначале пробуем без соуса. Приятное жирненькое блюдо точно вас порадует. Вот это уже можно советовать. Это уже уровень даже не 200 рублей, а дороже. Если бы медальоны были в спецменю за 30-50, тоже стоило бы взять. Ну и соус, конечно, огонь. Довольно легко режется, не жестко. А с соусом, я думаю, что вообще огонь. Мое почтение. Пицца, ветчина, грибы 200 рублей, 8 кусочков. И в этом заведении есть, конечно, плюс для всех, но минус для нас. Потому что обслуживание есть быстрое. Пока мы обозреваем одно блюдо, еще 2-3 приносят. И некоторые позиции, они теряют и внешний вид, и вкусовые качества свои. То есть сыр тут может и тянуться, но сейчас нет. Она была погорячее, видимо, понежнее. Сейчас такая уже поканча. Да. Пусящее тесто. Неплохое до сих пор. Но в свежеприготовленном виде было бы, конечно, получше. Здесь ситуация лучше, чем с первыми блюдами. То есть тоже можно взять. Уже 200 рублей. Вряд ли где, кроме подобных введений, вы найдете такую пиццу. На каждом куске пиццы минимум один кусочек шампиньона сушеного. И минимум два кусочка бекона, ветчины. Нормас, нормас. Если вы не доели здесь, то это можно взять либо с собой, либо, опять же, в стол. Знаете, как я скажу? Она подобна тем, которые можно в магазине купить, замороженные. Но чуть вкуснее. Крылышки кентукки. 200 рублей. Там были острые, но так как у нас креветки чили, нам посоветовали взять кентукки. Они тоже подзаветрились, но выглядели прилично. Порция 8 штук за 200 рублей. Это очень дешево. О, пикантно, солноватые, как будто крыльушки острые. Видимо, у них небольшая разница между кентукки и острым, но попробуем. Мало мяса, много панировки. И она, конечно, пресная. То есть вроде как аромат остринки есть. Видим, кстати, вот точки перца. Но вот во вкусе этого нет ничего. Делаем скидку на то, что они немного нас ждали. Но в любом случае, сама панировка, она простая слишком. То есть как будто одни сухари. Не, ну и мяса мало. Вот с тем бы соусом, который шел к медальонам, все было бы здорово. Пока не айс, пока очень средне. Даже если пару баллов накинуть из-за того, что они нас ждали. Бифстроганов с индейкой, насколько я помню, 200 рублей, насколько я знаю. Тоже чуть заветрилось, поэтому давайте перемешаем, чтобы было по-честному. Мы это сделали. И давайте пробовать. Очень не хватает с воли и специй. Даже в ситуации, что и с клюшками. Вкуса нет. У меня такое чувство, что картошка может быть не настоящая, а в виде порошка разбавленная. Потому что отчетливый вкус остатков от пюре Роллтон на рецепторах присутствует. Определенно нужно солить, нужно перчить и как-то вот облагораживать. Потому что на вид довольно богато по начинке. То есть не только у нас пюре, но еще и шампиньоны. Видимо, где-то тут тоже есть индейка, хотя вот так прямо не скажешь. Овощи. Но этого вкуса ничего нет. Я думаю, что если бы это блюдо было горячим, как его и принесли, там все равно вкус не прибавился. Не, ну. Опять скатились по вкусовой лестнице. Креветки чили 200 рублей. И как будто вот одной в подаче не хватает. Хотя очень похоже на то, что мы видим в меню. Теплый фингербол. То есть мы можем ручки смочить. И, соответственно, берем креветоз. Очищаем. Ну, это хорошо, конечно, под пивко. Но сегодня уж не буду. Нет настроения. А вот креветоз можно попробовать. Все лишнее убираем. И пробуем. Ммм. За 200 рублей. В принципе, неплохо. И вот здесь чувствуется вкус. Здесь чувствуется чили. Небольшая пикантность. Вот. Пикантность бы от креветочек. Это в бифстроганах. Ммм. Было бы хорошо. Но пока ничего не переплюнуло соус, который здесь надальоном. Хотя вот, смотрите, мы очищаем креветку. Начисто. И получаем вот такую вот малышку. По вкусу поэтому неплохо. Островато. Пикантно. Ох, а здесь, смотрите, очень много икры. И давайте прямо с ней. Ммм. Ну, знаете, недружственно. Не прям круто, не вау, не бежать сюда за этим. Но если вы уже здесь, то можно взять. И здесь тоже куча икры. Ребята, нам сегодня несказанно везет. Давайте последний и переходим к новому блюду. Ммм. Норм. К сожалению, люля из баранины пал смертью храбрых. Потому что ждет он у нас минут 15, не меньше. Уже холодный, уже зачерствевший, но, собственно, это надо пробовать. Не так плохо, как я думал. И в свежем виде я говорил, что был бы топ за свои деньги. 200 рублей за довольно большой кусок. То есть, ну, смотрите. Мы видим массивную люля. Итак, красочный лучок. Нормальный. Идрененький. И, соответственно, мясо. В принципе, даже так вкусно. Тот вариант, когда вы не доели вкусное блюдо с вечера, а утром из холодильника берете либо котлет, либо люля. Идите. С булочкой, с хлебушком, с кетчупом. Вообще, был бы шик. Поэтому, скорее всего, люля топ был. Ну, естественно, мы в пельменной и вареничной. И я не мог не взять пельмешки. 200 рублей за штучек, наверное, 7-8 домашних, не татарских. Немножко слиплись, но у них было преимущество. Они были в горшочке, закрытом крышкой. Давайте пробовать. Запах теста мяса пока не ощущается. Пока неплохо, но нехорошо. Сюда бы сметанки, а лучше того соуса из медальонов, потому что вот он как-то мне в душу запал. И хочется его еще пробовать. Давайте посмотрим по мясу. Ну, на самом деле, на пельмешек мясо не жалеют. То есть, это стандартное количество. Видим перчик, видим лучок. На самом деле, это вкусно. Если вам хочется пельмешки незадорого, не из магазина, то это ваш вариант. Скажем так, пельмешки, название пельменная и вареничная, они посрамили. Но вот к ним какой-нибудь соус вообще был бы шик. Десерт награда за еду. У нас вот такой вот яблочно-вишневый штрудель с эллипсоидом мороженого и с живой мятой. Давайте пробовать. Вначале мороженое. Честно говоря, мороженое очень слабенькое. Сладкое, да, но вот вкуса в нем нет. То есть, оно либо очень дешевое, либо какое-то вот искусственное. Что у нас по штруделю? Хрустит приятно, начинки много. Припорошен такой вот сахарной пудрой. И давайте попробуем на вкус изюм еще. Эмилю привет. Горяченький, кисло-сладкий. Достойный, достойный. То есть, тут нет смысла и возможности придираться. Еще и с орешками своих денег стоит определенно. Можно даже без мороженого, потому что оно здесь не помогает. Принесли счет и в первый раз в жизни, мне интересно, не сколько с меня взяли, а сколько блюд я заказал. Три тысячи сто пятьдесят рублей за 14 блюд и напиток. Чуть больше трех тысяч рублей за такое количество еды. Это, конечно, сильно. Давайте пройдемся по блюдам, которые можно здесь брать, по моему мнению. Салатики не айс, борщ ни о чем, креветки чили норм, крылья слабенькие, хачапури нормально, бифстроганов очень средний, медальоны шик, особенно тот самый соус. Домашние пельмени брать можно, бургер сытный, карбонара средняя за 200 рублей норм, ля из баранины скорее всего норм. Римская пицца хороша, штрудель хорош даже без мороженого, лимонад годный. Что у нас в сухом остатке? Кафе сметаны вам подойдет, если вы живете в районе Матищ и точно знаете, что заказывать. Если с первым пунктом вам придется разбираться самим, то в плане советов я как Адамыч, завсегда с народом. В целом это самое слабое заведение из подобных, далеко от центра и через раз вкусно, но все-таки концепция все по 200 рублей имеет право на жизнь. Спасибо за просмотр, лайк и теплый комментарий. Вы лучше всех, ссылки в описании. Макс Брандт, пока. Субтитры сделал DimaTorzok